Ученики третьей гимназии сами выберут облик своей школы. Завершилось голосование за проект фасада учебного заведения в Академгородке. Работу архитекторов оценивали и эксперты. Один вариант выбрать не смогли, отобрали два. Решающее слово теперь за школьниками. Каким видят школьный фасад архитекторы и на что обращали внимание члены жюри, об этом Вероника Иванова. Максим и Даша с интересом рассматривают предложения взрослых по обновлению школы. Самим хотелось бы больше качели и мест для игры во время перемены. Зданию уже 60 лет. Даже дети понимают, нужен ремонт. На самом деле она хорошая, но просто она уже такая старая, я думаю, ей надо кто-то помог, чтобы ее, так сказать, прогрейдить. Нужно сделать ее немного побольше, чтобы не было переполнения учеников. Мне хотелось бы видеть, конечно, движение уже, потому что все то, что было у нас, оно до сих пор, вот оно, вот все здесь вот и есть. Вот дети наши современные, время меняется. Значит, меняться надо и нам, тем более, когда мы позволили очень большому количеству детей зайти к нам сюда. Мы их любим, мы их учим, но надо и человеческие условия создавать. Школу увеличат за федеральный счет в ближайшие годы. Планируют построить такую же, как на чистой Слободе. Но общественники предложили сделать уникальным хотя бы фасад. Архитекторы разработали несколько проектов. Ведущим критерием соответствие места все-таки для меня было. То есть, как бы Академгородок – это специфическая такая территория со своей историей, со своей какой-то очень специфической идентикой. И мне было важно, чтобы проект, несмотря на то, что форма здания была спущена сверху, мне было очень важно, чтобы все-таки было какое-то внутреннее смысловое соответствие, как минимум, фасада и контекстного окружения Академгородка. Один из вариантов – сделать фасад разноцветным. Каждая стена посвящена школьному предмету, а во дворе – шахматная доска с фигурами в человеческий рост. Проекты уже оценили горожане с помощью голосования и эксперты, которые вошли в состав специального жюри. Профессиональное жюри ответственное, которое состоит из чиновников, из людей, которым потом заниматься этим проектом, реализовывать его, конечно, и будет взвешиваться масса аспектов. То есть будет и просто рейтинг, мы будем смотреть, какая работа получила высший балл, также будем смотреть смету, также будем учитывать результаты общественного и интернет-голосования. То есть это будет взвешенное совокупное мнение. В муниципалитете такой инициативе рады, но активистам напоминают – стоимость проекта тоже надо учитывать. Будем смотреть, с одной стороны, а, какой проект выиграетесь, б, какое будет предположительно удорожание, ну и самое главное, вообще возможно ли это. После долгого обсуждения жюри выбрало два проекта. Их представят ученикам в сентябре. Дети сами решат, каким будет внешний облик обновленной школы. Вероника Иванова, Александр Медведенко, Дмитрий Кабанов. Новосибирские новости. Спасибо за то, что смотрите Новосибирские новости. Если вы хотите оперативно получать информацию, подписывайтесь на наш канал. Ссылка внизу. А здесь мы разместили для вас интересное и полезное видео. Приятного просмотра. Спасибо.